Всем доброго времени! Мы продолжаем обзор онлайн-курсов, посвященных науке о счастье и благополучии позитивной психологии. Сегодня мы поговорим с вами о курсе, который читается на образовательной платформе EDX. Читается этот курс преподавателями университета Беркли и называется он достаточно просто «Sense of Happiness» – «Наука о счастье». Этот курс, давайте перейдем на его страницу, можно изучать бесплатно, любой, кто запишется, может изучать бесплатно, он читается в оффлайн-режиме. Это значит, что вы можете выполнять его в любое время, когда вам удобно, сделать его быстро за неделю, растянуть его прохождение на 5 месяцев, как вам удобно. Единственное, там есть временные рамки, когда курс заканчивается, по-моему, он заканчивается в мае, то есть до конца мая или до середины мая надо успеть его закончить. В целом, участие в курсе бесплатное. По окончанию курса, после того, как вы сдадите все экзамены и сделаете невыполнимые задания, вы можете получить сертификат. Те из вас, кто хочет получить верифицированный сертификат, могут заплатить 50 долларов и получить в конце курса верифицированный сертификат, кому как удобно. Но в целом, можно сделать все бесплатно. Итак, давайте посмотрим на краткое содержание курса. Итак, как вы видите, курс длится порядка 8-10 недель, это стандартное время, отведенное на его прохождение. В процессе курса студенты, учащиеся, знакомятся с основными идеями, направлениями позитивной психологии. Что это такое, почему важно говорить о позитивной психологии наука, какими средствами она оперирует, как ученые изучают счастье, можно ли улучшить на сурове счастья. А если можно, почему вообще стоит тратить на это время. На все эти и другие вопросы учащиеся отвечают вместе с преподавателями в процессе изучения курса. Итак, вот перед нами страница курса. Сейчас я чуть ее подниму. На странице курса мы можем увидеть очень богатую библиографию. Ссылки на множество, видите, я так быстренько пролистаю, на огромное количество научных статей, на учебников, на другую литературу, которая так или иначе упоминается в процессе курса. Я дальше листать не буду, но поверьте мне, мы видели процентов 20 из всей литературы. Также есть Википедия, есть страничка с прогрессом, которая отображает, какие задачи вы сделали, какие не сделали, какие оценки вы за них получили. Но и самое главное, самое важное, есть страничка с учебным материалом. Сейчас мы на нее перейдем и посмотрим на основные разделы курса. Итак, давайте посмотрим. Сейчас она загрузится. Это был прогресс. Итак, как видите, информация упорядочена по неделям. Вот, например, неделя 1 – введение в науку о счастье. Вторая неделя – сила и мощь социальных связей. Семья, отношения, дети. Как все это влияет на наше счастье и так далее. Давайте посмотрим еще несколько недель. Третья неделя – доброта и понимание, сострадание. Четвертая неделя – кооперация. На пятой неделе нас ожидает небольшой экзамен. Шестая неделя – посвящена особому состоянию, которое на английском называется mindfulness. Вот, восьмая неделя – благодарность. Девятая неделя – как найти свое счастье и новые вехи в исследованиях науки о счастье. В течение каждой недели, давайте посмотрим, что мы видим. Во-первых, доступно множество видеороликов с различными преподавателями, которые ведут этот курс. И также доступно множество статей, которые перемешаются вместе с видео. Видео, статьи, вопросы для контроля и так далее. Смотря эти видео, читая статьи, читая статьи также из дополнительного материала, постепенно студент знакомится достаточно фундаментально и узнает, что такое позитивная психология, в чем состоит ее преимущество, в чем ее недостатки, как она развивается и как она развивалась. В конце каждой недели ждут небольшие вопросы для самоконтроля, на которые нужно ответить, чтобы в конце получить сертификат. Курс достаточно интересный, полезный. Стоит отметить, что он все-таки выдержан больше в стиле курса, который читается в университете. То есть он не сделан для того, чтобы повеселить кого-то, чтобы превратить изучение позитивной психологии в шоу. Это, в принципе, научный курс, который читается в университете и который доступен сейчас онлайн. То есть там даны, как обычно в процессе обсуждения какой-то темы, приводятся как факторы за, так факторы против, ссылки на исследования, ученые рассуждают, показывают, как в той или иной мере опосредованно проверяются те или иные высказывания. То есть это не тот курс, который можно сделать для удовольствия, так раз сделал, посмеялся и забыл. Это курс научный, который читается в стенах Академии, который потребует от вас, студентов, определенных затрат времени, определенных затрат когнитивных, скажем так. Но, тем не менее, я думаю, того стоит. Итак, на мой взгляд, курс полезный, интересный. Я его уже прошел, мне очень понравилось, рекомендую вам также его пройти. А в следующий раз мы с вами поговорим о похожем курсе, который читается другим автором, известный ученый профессором Барбарой Фредериксон, уже на портале Курсера. До встречи в следующий раз. Продолжение следует...